Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. Смотрите, она сильно отличается. У нас верхний бар не имеет трех колонок, как он имеет здесь, потому что экран сильно маленький и у нас здесь выводятся иконки социальных сетей. Если мы посмотрим с вами через имитацию мобильного устройства, через браузер на компьютере, то мы видим, что здесь выводятся в синей плашке только социальные кнопки. Соответственно, мы их здесь и видим, этот виджет. Касаемо виджетов, самые интересные и основные мы рассмотрим в следующем видео более подробно под настроем их. Соответственно, вы, конечно же, можете добавлять и в мобильную версию отдельные виджеты, если они будут умещаться в маленький экран смартфона, либо это будет делиться на вторую строчку. То есть, смотрите, вот здесь по плюсу вы также можете вызвать какие-то элементы, которые вы хотите видеть. Там HTML-блок, допустим, вот этот, чтобы добавить какой-то текст. Давайте, к примеру, возьмем, обновим. То есть, мы видим, вот здесь он появляется, текст, и это только на мобильном устройстве. То есть, получается, если я сюда перейду, то мы здесь не видим добавленного, да? Поэтому отдельно выведена здесь мобильная версия, где отдельно могут быть блоки. Давайте я здесь его удалю. Также в шестеренках мы видим те же настройки, высоту, скрытие элемента, сделать плавающим. То есть, это для мобилки тоже стиль. Здесь никаких отличий нет. То же самое, в Майнхеддер мы видим абсолютно те же опции. То есть, это только для мобилки. То есть, как мы видим здесь по центру логотип, специальное мобильное меню. Более детально будем, как я уже сказал, виджеты разбирать в следующих видео. Корзина. То есть, мы это видим. Вот оно. Оно так и называется. Мобильное меню. Логотип. И иконки. Естественно, вы можете менять их местами, здесь перетаскивать, чтобы как-то это, возможно, для вас интереснее выглядело. Более здесь особо настроек нет, но есть у нас еще нижняя колонка, которая не задана. Вот здесь вот вы также ее можете задать какими-то виджетами. Она у нас скрыта на мобилке. Видим звездочка. Это шапка у нас по умолчанию для всех страниц сайта. Если я нажму назад. Давайте сразу посмотрим, как добавить новую шапку и зачем они нужны. Вы можете создать неограниченное количество шапок для разных страниц, если это требуется. То есть, вот это у нас по умолчанию. Мы нажимаем добавить новую шапку. Здесь мы сразу можем выбрать либо пустую, либо, смотрите, предпросмотр сразу в каком-то готовом варианте шапка, которая нас может здесь заинтересовать. Допустим, вот это вот темное или дефаут. Если мы выберем дефаут, то выберется у нас по дефауту. Соответственно, давайте теперь ее здесь можем дублировать, установить по умолчанию, удалить. Удаляем. Добавляем вот этот вариант. То есть, это просто пустые колонки, если мы хотим полностью, видите, самостоятельно ее настроить. Давайте я также ее удалю и добавить новую, пускай вот этот темный, чтобы она прям сильно отличалась. Вот. И сохранить. Пускай это будет дополнительно. Вот она. Возможно, мы можем с вами даже название дать по-русски. Я назвал вторичное. Сохранить. И теперь. Теперь она у нас, вот видите, на русском здесь называется. Зачем это нужно? То есть, если я сейчас пойду на сайт, просто обновлю страницу, я не вижу никаких изменений. Но вот у нас есть, смотрите, магазин. А мы, допустим, для главной хотим какую-то свою шапку сделать. Поэтому мы переходим в страницы. Мы переходим в главную в режиме редактирования. Мы с вами уже касались опции вот этих ранее, которые идут от темы Woodmart для каждой страницы. И прямо вот здесь вот хедер, пользовательская шапка. Видите, вот у нас есть выбор по умолчанию. И вот она вторичная. Если я здесь выбираю, обновляю, давайте посмотрим, как это будет выглядеть. После обновления главной страницы, вы видите, у меня применяется темная шапка. Если я перейду в магазин, шапка здесь другая. То есть, вы можете назначить для каждой страницы хоть сколько разных шапок, если это требуется. Это очень, конечно, круто и удобно. Я, естественно, верну это на место. И на главной шапке возвращается в исходную позицию. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта. А значит, вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку, перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные, и нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта, но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие не нужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю, услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok